Друзья, всем привет! Это видео снимается специально для канала AlkaFan. Заходите на этот канал почаще, здесь вы найдете много чего интересного и полезного для себя по вопросу спиртных напитков. Также заходите на мой канал Вино и Более, ссылка на него будет под видео в описании. Сегодня вторая часть видео по изготовлению яблочного вина. Как вы помните, я решил добавить 500 грамм сахара на всю вот эту массу, что у меня есть. 250 грамм сахара я уже добавил и сейчас я буду добавлять вторую половину, 250 грамм сахара. Сегодня седьмой день, как вино мы поставили на брожение. Смотрите, какой вот интересный стал осадок. Он как бы отделяется, не знаю будет видно или нет, как бы отделяется сок от осадка и все это дело, такой процесс, как бы проще нам будет потом сливать. Отливать мы будем, как всегда, в отдельную емкость часть сока, разбавлять сахар, уже вот нужное количество сахара у меня готово. Растворяем как следует и выливаем все обратно. Поехали! Тщательно растворив весь сахар, мы его, естественно, выливаем обратно в нашу емкость для вложения. И теперь оставим эту емкость уже до окончательного сбраживания, когда пропадет окончательно пена, опустится осадок на дно, вино осветлится. Это будет признак того, что наше вино уже полностью отыграло. Ну, теперь давайте мы уже увидимся после того, как будем снимать вино с осадка. Итак, сегодня мы поговорим с вами о последнем этапе приготовления яблочного вина. Помните вы, да, что мы делали вино из яблок, перекручивая их на мясорубке? И еще раз я вам повторюсь, этот метод не очень хороший, так как получается очень большое количество осадка, очень получается пюрешка такая тяжелая и сложно ее перерабатывает. И выход получается очень маленький. Но, все-таки мы дождались заканчивания брожения, пена пропала, пузырьки не выделяются, вино полностью осветлилось, оно стало напоминать такой прозрачный напиток. Но я еще раз говорю, из-за того, что мы делали в мясорубке, перекручивали яблоки, выход будет очень даже очень небольшой. Что нам нужно делать? Сейчас нужно это вино, естественно, снять с осадка. Здесь ничего сложного нету и как всегда во всех видео подобных я говорю, берем обычный резиновый или силиконовый шланг, опускаем чуть-чуть не доходя до осадка в уровень такой, ставим шланг и сливаем потихонечку в стеклянную емкость. Чем мы сейчас и займемся. Вино получилось очень прозрачное, чистое, если может быть сейчас получится показать на свет. Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот видите, да, что? Очень чистое, прозрачное, как напиток вино. Сливаем с осадка, при помощи шланга. Очень классный получается аромат, чувствуется яблок. Такое вино довольно-таки всегда пахучее, ароматное. Ну, конечно, зависело это все от того, с каких сортов яблок вы делали. И так получилось у нас где-то около полутора литров вина. Я вот про что и говорил, выход небольшой. Но и то хорошо, что это у нас все-таки вино, наше собственное домашнее. Очень красивое, прозрачное на цвет, такое желтоватое. Теперь все как обычно. Убираем прохладное место в холодильник или в погреб. Но перед этим подберите тару, чтобы залить как можно больше под горлышко и уменьшить контакт с воздухом, чтобы наше вино не закисло. Что мы сейчас и делаем. Перельем и уберем в холодильник. И по прошествии недели двух, я обычно две недели выдерживаю, достаю, осматриваю, снимаю с осадка, потому что он по-любому будет этот осадок. И уже тогда можно это вино будет продегустировать. После того, как продегустируем, посмотрим, может быть еще оставим на две недели, наверное. И после прошествии еще двух недель, то есть в общей сложности месяц, мы уже окончательно перельем по бутылкам и уберем это вино в погреб. Но и после этого еще все равно я рекомендую вам поглядывать за вином. Может быть осадок все-таки появится и желательно все-таки с этого осадка снимать. Убираем в холодильник. Друзья, вот и дошла очередь до дегустации яблочного вина. Я его сливал очень аккуратно, оно у меня после брожения осветлилось очень хорошо и осадка спустя две недели практически нет. Да можно сказать, что нет совсем. Поэтому мы сегодня его только продегустируем, а снимать с осадка не будем, оставим еще на пару недель, пусть оно выстаивается дальше. В холодильнике набирается зрелости. Но у вас по ситуации есть, если вы видите какой-то там значительный или незначительный осадок, снимите с него и еще раз отправьте прохладное место в холодильник или в погреб, куда вам удобнее. Пусть оно еще две-три недельки отстаивается, чтобы потом уже окончательно снять с осадка и разлить по бутылкам. Давайте продегустируем наше яблочное вино, совсем немножко. Прозрачное, желтоватое, как я уже говорил, напоминает лимонад по цвету вино. Запах просто потрясающий, прям яблоки ощущаются в полной, в полной мере. Конечно, все зависело от того, какой сорт яблок, насколько ароматный вы используете для приготовления своего яблочного вина. Я брал, старался, сочные и ароматные, уже по своему опыту знаю, что чем они ароматнее, тем и вино такое, намного-много ароматнее получается. Очень приятное на запах. Давайте теперь попробуем. Да, первое сразу впечатление, вы пьете яблочный сок. Но тут же он сменяется кислинкой и следом тут же проходит такой алкоголь, который достаточно у нас получился выше 10 градусов по спиртозности, точно могу сказать. Но оно у нас получилось все-таки сухое, сахара нет практически совсем, вино полностью переиграло и не меньше 10 градусов оно у нас получилось примерно. Довольно-таки неплохой вкус, но еще, как всегда, у молодых вин присутствует резкость в спирте, которая уйдет только-только спустя месяц, два, три, может даже и больше. Разные вина по-разному созревают скорость, созревание различное. Но ничего страшного нету в этом, я всегда так успокаиваю, чтобы вы тоже в будущем знали, как бы были уже тоже профессионалами в своем деле и понимали, что молодое всегда такое резкое, всегда так отдает спиртом. Даже в некоторых моментах неприятно так очень, как будто чрезмерно спиртовое оно. Ну а по-нашему могу вину сказать, все удачно, все удалось, единственное, что оно сухое. Может кто-то любит вино полусладкое или сладкое, тогда, следуя рецепту, добавляйте немножко больше сахара. Это уже тоже будет зависеть от ваших предпочтений и, как я говорил, еще будет зависеть от сладости тех яблок, которые вы использовали для изготовления вина. Я всегда стараюсь упрощать действия при виноделии, потому что не у всех есть специальные приборы, ориометры, сахаромеры. Даже и спиртометры не у всех есть, но вино меряется совсем немножко по-другому. Вот, поэтому я всегда стараюсь рассказать и показать вам так, чтобы вы легко это сделали дома, не используя каких-то специальных инструментов. Поэтому, все всегда на свой вкус, всегда старайтесь, следуйте моим советам, у вас всегда все получится. Ну, а с нашим вином давайте мы его еще на 2-3 недельки отправим обратно в холодильник, пусть оно отстаивается. И после этих 2-3 недель мы его еще раз продегустируем и уже окончательно разольем бутылочки и пускай оно у нас хранится дальше. Ну, вот прошло еще 3 недели, осадок все-таки появился. Если по прошествии первых 2-х недель его не было, то вот после еще 3-х последующих осадок появился. Я вам сейчас постараюсь его показать. Вот, смотрите, если будет видно, вот так вот. В общем, легкий такой воздушный осадок появился. Поэтому мы с него все-таки сольем и уже разольем по бутылочкам. Пускай наше вино яблочное уже хранится в бутылках в погребе или в холодильнике. Ну, а перед этим давайте, конечно же, все-таки продегустируем, как изменился наш вкус за эти 3 недели. Нальем совсем немножечко в бокал, чтобы только-только ощутить аромат и совсем немножко ощутить вкус. Немножко прохладное еще вино, так как оно с холодильника. Но согрев его в руках, сейчас мы... Запах... запах... Запах стал, конечно, более насыщенный яблочный. Прям как будто добавили еще яблочного сока в это вино. Вот действительно, вино с каждой недели все больше и больше зреет, созревает и приобретает более такие естественные, более, скажем, натуральные тона тех фруктов, тех ягод, из которых оно было создано. И это вот яблочное вино тоже не исключение. Да, яблоки стали сильнее. В аромате давайте теперь попробуем. Вы знаете, какая-то кислинка стала более приятнее или мягче, так скажем, во вкусе. Алкоголь, конечно же, есть. Еще немножко, немножко он, да, он немножко выступает такой вот, как бы излишний по вкусу. Но, вот действительно, стало приятнее по вкусу вино, мягче, такой округленный вкус, более сбалансированный, еще немного постоит и алкоголь уже начнет совсем-совсем так оседать, так скажем, куда-то уходить на более дальний задний план. Оставляя место более вот этим яблочным ароматам, которые, ну, блин, действительно дополняют вино очень-очень вкусно. Ну, что ж, я, как всегда, советую, делайте по этому рецепту, по которому мы вот делали яблочное вино. Делайте, пробуйте, экспериментируйте. Может быть, по-другому вы найдете более другой такой интересный рецепт. Ну, это однозначно рецепт рабочий, однозначно качественный и получается однозначно вкусное яблочное вино. Вы сами видели, что здесь ничего сложного нет, все достаточно просто, достаточно все, даже, скажем, более примитивно, примитивнее, больше некуда никаких использовать, я не использовал специальных инструментов и никакой специальной посуды. Все достаточно и доступно. Ну, вот мы закончили уже с яблочным вином. С вами был Виталий на канале Алкофан. Конечно же, заходите на этот канал почаще, подписывайтесь на него обязательно. Также заходите и на мой канал по схожей тематике о вине и о других тоже спиртных напитках. Я буду тоже рад вас там видеть. Ну, а мы с вами здесь обязательно еще увидимся. Всем пока!